Здравствуйте дорогие друзья! 31 октября, понедельник, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы Арена Событий. Сегодня в гостях у Арена Событий министр имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия Евгения Васильевна Григорьева. Евгения Васильевна, рад приветствовать вас. Добрый день. Давайте поговорим с вами еще раз о дальневосточном гектаре, потому что никогда это не лишнее и есть собственно вопросы. Вот цитата буквально. 27 октября Егор Борисов провел в селе Бердегистяк горного района выездное рабочее совещание по вопросам второго этапа реализации федерального закона этого самого дальневосточного гектара. Глава отметил, что необходимо провести разъяснительную работу, чтобы заручившись поддержкой закона до 1 февраля все желающие якутия получили свои гектары. Понятно почему до 1 февраля, потому что после 1 февраля уже любой желающий сможет на них претендовать. Любой желающий россиянин, я подчеркиваю. Правильно, да? Да, 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 совершенно правильно. Давайте начнем с небольшой статистики, с каких-то статистических данных. Сколько заявлений подано на сегодняшний день на гектар в Якутии? Начну с того, что к сожалению сегодня у нас ФИС не работает и мы статистику на сегодняшний день не смогли получить. По состоянию на 28 октября у нас подано уже более 4500 заявлений. Вот за период, который так называемый второй этап, начиная с 1 октября, у нас где-то порядка из них 4276 заявлений. И надо отметить, что где-то порядка одной и пятой части это коллективные заявления, то есть коллективные, которые до 10 заявителей. То есть количество заявителей намного больше. И мы сейчас опять среди субъектов Дальневосточного федерального округа опять занимаем лидирующую позицию. Буквально на прошлой неделе несколько дней Приморье было впереди, а сейчас по общему количеству поданных заявлений. Надо отметить то, что у нас все равно динамика она положительная. В день у нас где-то в среднем по 150 заявлений поступает. Бывают, конечно, пиковые там до 260 вот было 6 октября, то есть в первую неделю. Выходные, как правило, заявлений меньше. То есть вот те граждане, которые могут выходные подавать, наверное, вот все-таки лучше ориентироваться на выходной день, когда у нас ФИС не так загружен. Это вот подача заявлений в электронном виде. Но нельзя забывать о том, что мы можем подавать заявление в бумажном виде. На сегодня у нас уже 184 заявки поступило на втором этапе в бумажном виде. И те граждане, которые затрудняются именно по работе с ФИС, они всегда должны помнить то, что они могут подать заявление в письменном виде. Ну, собственно говоря... Свой уполномоченный орган. Да, это же касается и тех населенных пунктов, куда не дошел интернет пока. Да, да. Ну, есть такая ситуация, что те жители, которые проживают у нас в таких населенных пунктах, ведь они хотят заявиться в другие муниципальные образования. Да, может быть, да. Да, вот здесь вот у нас есть некие... некое то неравенство, про которое мы и говорим. Сколько отказов, если говорить по статистике на сегодняшний день? И с чем они связаны в основном, кстати говоря? На сегодня у нас более 700 отказов. Это вот где-то порядка 710-715 отказов. Это именно вот по второму этапу. Да, да, да. Да, они связаны с тем, что у нас, как вы помните, есть такие зоны нельзя. Это территории традиционного природопользования, особо охраняемые природные территории. Это и так называемые земельные участки, которые занят уже правами третьих лиц. И в основном отказы, они связаны, конечно же, с этим. Понятно. Понятно. Ну, здесь, кстати, я еще хотела отметить то, что есть еще и земли общего пользования, которые идут по документам территориального планирования, а в каждом населенном пункте отражены как земли общего пользования. Здесь тоже не подаются, то есть невозможно оформить земельные участки, соответственно, 119 федеральным законом. И, кроме того, у нас еще есть те территории, которые определены решением главы в качестве территорий, не подпадающих под действие закона. Это 26 населенных пунктов и плюс буферные зоны в пределах 20 километров у города Якутска и 10 километров у города Нерингри. Из 26 это у нас 13 сельских населенных пунктов, которые являются административными районными центрами и 13 это городские поселения. Можно ли назвать какой-то район, который лидирует среди? Да, это известный, это Хангаласский район. На территории Хангаласского района подано более 2400 заявлений. Лидируют на сегодня актемцы. За Хангаласским районом Мегинок-Хангаласский район, Вилюйский район, Нюрбинский район. Это основные районы, где у нас наблюдается активность населения. Вы упомянули о том, что сегодня федеральная система информационная не работает. Как быстро устраняются вообще в ней недочеты? Я хочу спросить, потому что с 1 октября, когда запустился второй этап, было очень много нареканий, что система работает некачественно. Насколько я знаю, вы оперативно очень реагируете. По федеральной информационной системе основным уполномоченным органом сегодня является Росреестр. Это федеральная структура. Мы же осуществляем именно взаимодействие с Росреестром, работаем в ежедневном режиме. Еженедельно у нас проводится в режиме конференц-связи обсуждение таких рабочих моментов со специалистами Минвостокразвития, аппарата полпредства, со специалистами Росреестра. Надо сказать, что они достаточно оперативно устраняют все эти замечания. И здесь нужно отметить, что все-таки федеральная информационная система это уникальная система в плане возможности подачи заявлений в электронном виде. Ведь и формирование схемы самого земельного участка тоже также в электронном виде. Аналогов не было. И в связи с этим, конечно же, вот эти технические неурядицы, которые возникают, конечно, нужно к ним как-то так терпимо относиться. Я думаю, что вот как раз за такой системой подачи заявлений будущее в целом. Важнейший срез нашего сегодняшнего разговора. Якутия единственный регион, в котором власти республики предусмотрели возможность дополнительных мер для граждан. Каких? Как вы помните, у нас был принят еще по весне указ главы о дополнительных мерах по поддержке реализации 119-го федерального закона. Был утвержден план именно вот этих вот дополнительных мер. Мы фиксировали, что в соответствии с нашим законодательством возможное предоставление дополнительных земельных участков гражданам под личное подсобное хозяйство до 2,5 гектар. И по сельскохозяйственной виду деятельности до 20 гектар. В субботу буквально прошло на заседание правительства республики, где был представлен уже проект закона республики, согласованный с Министерством сельского хозяйства. Надо сказать, что предварял действительно достаточно длительный процесс обсуждения именно определения этих дополнительных мер. С нашей стороны это дополнительные меры именно по предоставлению дополнительных площадей земельных участков. По предложению Министерства сельского хозяйства, которое базируется на тех наработках, которые были у нашего якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, предложено установить предельные размеры земельных участков по поголовью. Например, в частности, по коневодству до 8 гектар на пастбище. По крупному рогатому скоту, например, по сенокосам, не менее 2 гектар сенокосов, не менее 2 гектар пастбищ. Плюсом у нас еще выделен такой достаточно экзотичный вид еще у нас пчеловодства. Пчеловодство, да, где установлено, что до 0,2 гектар могут предоставляться именно под пчеловодство разово. И здесь нужно иметь в виду, что наша дополнительная мера, она позволяет до 6 лет заключать договор безвозмездного пользования, опять же, без торгов, за исключением сельских населенных пунктов, которые являются административными районными центрами. То есть во всех сельских поселениях, кроме районных центров. И плюс граждане, они по истечении 5 лет могут получить земельный участок в собственность безвозмездно. И надо обратить внимание на то, что у нас и в землях лесного фонда сейчас есть такая норма, где граждане для собственных нужд могут тоже так же безвозмездное пользование получать земельные участки из земель лесного фонда. Понятно, понятно. Евгения Васильевна, будем безусловно возвращаться к этой теме еще неоднократно до 1 февраля и в спецвыпусках, собственно говоря, которые выходят на НБК, и в арене событий в частности. Давайте вот о чем поговорим. Остается еще немножко времени. Правительство впервые сформировало прогнозные планы по приватизации на 3 года. Есть дефицит бюджета, как мы знаем. За счет чего он будет покрываться? За счет чего будет происходить его погашение? Предусмотрена ли какая-то еще приватизация? Давайте сразу скажем. Да. Опять же, в субботу на прошедшем заседании правительства Министерство финансов представляло бюджет 2017-го на 2017-й год и на прогнозный 2018-2019. И было заявлено, что дефицит бюджета, он не будет компенсироваться за счет продажи акций, он будет компенсироваться за счет именно заимствований и облигаций до выпуска. Понятно. Мы, как вы правильно отметили, сформировали трехлетний прогнозный план приватизации. Это сделано действительно впервые. Мы к этому долго шли. Мы внесли изменения в наш закон о приватизации, в правила формирования. До этого мы исполняли прогнозные планы, начиная с 2002-го года. Тем самым мы обеспечили актуализацию, прозрачность исполнения этого прогнозного плана. И здесь мы в первую очередь видим как раз именно решение тех задач, которые направлены на совершенствование вопросов управления собственностью, на оптимизацию субъектов госсектора и продажи акций мы не планируем. Давайте еще раз повторим, что не планируется продажа тех пакетов, которые принадлежат республике. Приватизационная продажа, собственно говоря. Хорошо. Минута остается. В ближайшие три года планируется акционирование пяти государственных предприятий из ВГУП в акционерное общество. Для чего это делается? Кажется ли вам, что частное управление, хотя государство все равно будет оставаться владельцем этих предприятий, более эффективно? По сути говоря, это изменение организационно-правовой формы субъектов госсектора. Государственное манитарное предприятие преобразуется в акционерное общество, где 100% все равно остается собственность у республики. Будут формироваться органы управления, такие как Совет директоров. И все необходимые, собственно говоря. Да, ревизионные комиссии. Евгения Васильевна, наше время подошло к концу, будем прощаться с нашими зрителями. С вами была Ариана Событий. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова